2014 год стал юбилейным для библиотеки поселка Совхоз имени Ленина. 60 лет назад она распахнула свои двери для первых читателей. Коллектив книжного дома дружный и слаженный. Смог сделать так, чтобы и в наши дни время компьютерных технологий культурно-просветительское заведение оставалось местом, куда и взрослые дети приходят с удовольствием. Библиотека в Совхозе имени Ленина была открыта в декабре 1954 года. Располагалась она в старом клубе и работал в ней один человек. 200 книг – таков был фонд библиотеки на год открытия. В 80-е все изменилось. Фонд стал пополняться на тысячу экземпляров периодических изданий в год и на 3000 книг. Рассказывает Людмила Герасимова, которая работает здесь уже 28 лет. Когда я пришла, мы в основном работали с рабочими совхоза. У нас были бригадные абонементы, мы выезжали в поле, проводили беседы на фермах, в цехах, приглашали писателей, поэтов. За более чем полувековой период работы библиотеки здесь сложились свои традиции. Проводятся мероприятия, приуроченные к календарным праздникам, тематические выставки, недели детской книги, налажено тесное сотрудничество со школой, летним лагерем, детскими садами. Нам очень приятно работать с библиотекой. Дети узнают много нового. Читателями они не могут являться, но они приходят с удовольствием рассматривать книжки, картинки в книжках, и всегда тематически здесь проходят занятия. И это очень интересно. Они знакомятся с героями сказок, рассказов, мультфильмов, ну и так далее. Сельская библиотека трижды меняла свою прописку. В 2009 году она обрела свой дом, что позволило обустроить уютные абонементные читальные залы, открыть новые кружки и клубы по интересам. Здесь есть клуб ладушки для самых маленьких, почитайка, киношник, синемания. А для чего это все? Наверное, для того, чтобы люди могли собраться и пообщаться. В библиотеке все делается для того, чтобы человек, случайно зашедший на огонек, приходил сюда еще и еще. Именно благодаря неравнодушному труду ее работников за 60 лет библиотека превратилась в один из центров культуры поселка, стала родным домом нескольким поколениям читателей. Несмотря на все веяния времени, прямого общения с книгой никогда не смогут заменить даже самые современные компьютеры. Библиотека для меня – это как родной дом. Мне очень нравится наша лесопозная библиотека. Я еще здесь в начальной школе, и сюда всегда приятно ходить за книгами, потому что я люблю читать. И вообще здесь очень добрый коллектив. Мне очень нравятся книги обычные, бумажные. Это как бы на гаджетах не очень интересно. И поэтому я сюда очень часто ходу и беру книги. В праздничный день поздравить любимую библиотеку с юбилеем пришли ее читатели. Подарки были разные – сказки в исполнении малышей, танцы и песни от ребят постарше. Жизнь идет вперед, и библиотека старается идти в ногу со временем. Главная задача книжного дома – вовлечь в ряды читателей как можно больше детей и молодежи. А для этого нужно и комплектование фонда с современной литературой, и новые помещения. Потому что уже сейчас учреждение с трудом вмещает всех желающих. А впереди большие планы, интересные экспозиции и увлекательные встречи, новые праздники и веселые вечеринки.